Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Ведьмак 3 Дикая Охота издания. Игра года на Xbox Series S. Весит игра 40,1 гигабайт. Давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра работает при разрешении 900p и 30 кадров в секунду. Здесь у нас обратная совместимость по Xbox One S. На Series S здесь именно так все устроено. К чему вообще данное видео? У нас буквально через 3 дня, точнее 14 декабря 2022 года, выходит Next Gen патч, как раз таки на Ведьмака 3-го, со всякими там улучшениями, изменениями, дополнениями. Ну и в преддверии как раз таки этого патча я решил отснять именно видео, как работает еще до Next Gen обновления. Это многим будет интересно, сравнить, посмотреть, что изменилось, да и тому подобное. Да, Ведьмак Дикая Охота. Игра полностью на русском языке, субтитры, озвучки, текст, все полностью на русском. Да, игра года, как вы поняли, полное издание игры у нас здесь, комплект дополнений Каменное Сердца и Кровь и Вино, то есть DLC все присутствуют. Версия 1.60, что касаемо настроек. Звук, все что по звуку можно настроить. Настройки управления, что по управлению также можно настроить. Здесь у меня все по стандарту, я вообще ничего не трогал. Раскладка, как что сделано. Сделано, игровой процесс, тоже все по стандарту, я ничего не трогал, что выключено, то выключено, что включено, то включено, все по стандарту, хотя можно здесь тоже под себя все настроить. Видео, настройки интерфейса, стандарт, ничего так же не трогал, тут все в принципе включено, за исключением там пару моментов, да, здесь нельзя настроить какую-то графику, выставить больше разрешения, либо же FPS, но на Series X и на One X можно выставить 4К 60 FPS, почему не сделали на One S, непонятно, хотя не на One S, а именно, что версия с One S на Series S сделала именно так, непонятно, хотя я думаю и Series S потянуло бы. В хотя бы даже в 2К 60 или хотя бы даже в Full HD 60, но здесь 30 кадров. Масштаб интерфейса, гамма почти на максимум выключена, постобработка, все у меня выключено, ну кто-то может быть включит, будет вам так удобнее. Локализация, как раз таки, что я сказал, все на русском, дополнительные языки можно подгрузить, кому будет это интересно, ну авторы и в принципе все, давайте загрузка и давайте ручное сохранение мы загрузим. Да, игра у меня полностью пройдена, здесь у меня Nav Game Plus, новая игра Plus, поэтому все пройдено, побегаем, посмотрим на графику. Если честно, здесь довольно-таки неплохо все выглядит, хотя 900p и такие, знаете, среди низкие текстурки, ну это очень хорошо все равно смотрится. 30 fps, да, но больше Ведьмаки 30 fps на самом деле-то и не нужно, это такая игра, здесь нет какого-то супер быстро динамичного экшена, здесь все размерено, как по мне. Графика, давайте немножечко помедленнее повращаю вам, показать, когда у нас обновление выйдет, я плюс-минус постараюсь подробное также видео сделать, один в один на том же месте, не буду сохраняться, специально, чтобы вам все показать. Пробежимся давайте, да, давайте сразу же я вам карту, конечно же, покажу, карта мира, кто вообще в Ведьмак 3 не играл, что мог понимать вообще, что это такое, карта мира. Вот, весь наш мир, то есть, остров Скеллиги или Скеллиги, Велин, Новиград, Белый сад, Королевский замок в Изиме и Княжество Туссент, ну и наш Кайр Морхен, где мы сейчас находимся. Вообще, можно напросто сейчас подбежать к быстрому перемещению и переместиться куда-нибудь подальше. Гераль так у нас выглядит, камеру менять нельзя, вы видите, какие тут текстуры, на самом деле это очень-очень даже хорошо все смотрится, очень хорошо. Доспех, как приливается свет, как падает, класс. Тени, ну понятно, где-то будут лесенки, где-то будут такие себе текстуры, на том же One X, на Series X все будет получше. Добежим, класс. Видите, какие блики, прикольно выглядит на самом деле Ведьмак полностью, игра была пройдена именно на Series S, хотя многие ждут именно обновления, чтобы поиграть в 60 кадров. Но здесь 60 кадров не нужно, здесь и 30 очень-очень даже хорошо смотрится, играется тем более. Развиваются деревья. Давайте я попробую наверх забраться, вам сверху все показать, как Кайр Морхен здесь у нас выглядит. Геральт у волос, у Геральта есть то же самое, что и на One X и на Series X, вот этот Хайроркс включен, волосы развиваются, вот так у нас выглядит деревья. Понятно, где-то вот ты вдаль смотришь, там очень сильное мыло, очень сильные лесенки, ты это все замечаешь, но честно, во время игры ты не будешь это замечать. Если так, ты посмотришь, походишь, конечно, это все увидишь, это очень красиво в Глитере, очень, даже сейчас, хотя игре уже 7 лет, 7 лет игре. Спустя 7 лет решили выпустить NextGen обновление, которое будет, опять я повторяюсь, 14 декабря 2022 года. Так, у нас вот быстрый перевод, ну и давайте, наверное, карта мира и переместимся куда-нибудь в Новиград, самое насыщенное такое место. Да, давайте прямо на рынок площади, да, это самый загруженный момент вообще в Ведьмаке, где больше всего NPC, каких-то объектов, текстур, да и вообще по графике можно здесь также все посмотреть. На ПК, на старте игры всегда там были какие-то фрезы, подлагивания, ну и FPS очень сильно проседал. Здесь, если честно, вот за все время игры, сколько я наиграл в Ведьмак 3, я его за 30 стримов прошел. В среднем, в среднем, каждый стрим был приблизительно около 2-2,5, может быть, 3 часов. Суммарно 60 часов я потратил, чтобы пройти в Ведьмак без дополнительных заданий, только основной сюжет. Без DLC и без дополнительных заданий. Если вы будете вместе со всем этим проходить, часов 250 у вас на это все уйдет, может быть, даже чуточку больше. Опять же, на какой сложности вы тоже будете играть? Да, Новиград. Красиво. Вот, как персонажи тоже выглядят, можно посмотреть. То есть, как бы, есть лесенки, есть, мы лицо небольшое, но все же это все равно очень хорошо смотрится, очень хорошо. У меня 2К-монитор, и эти 900П замечательно смотрятся, просто замечательно, как огонь выглядит, можно посмотреть, кстати. Книги палят. Тени, конечно, можно посмотреть, что они немножечко такие не сильно четкие. Пойдемте, пробежимся. Можно будет сейчас лошадь подозвать и отсюда убежать. Так, да, вот наша лошадь, плотва. И она тоже очень детализированно выглядит, ты посмотри. Можно каждую детальку рассмотреть, каждую. Очень красиво смотрится лошадь. Мне вот будет интересно, как она в обновленной версии будет выглядеть. Вот это вот, я думаю, будет просто бомба. Так, давай побежим. Выбежим вообще с Новиграда, куда-нибудь в лес побежим. Попробуем с кем-нибудь подраться, может, кого-нибудь мы так и найдем. Так, да, вот у нас выход с Новиграда. Да, он там про юбака, про меня говорят. Не знаю, как бы, кто жалуется на 30 кадров в этой игре, ну, а смысл жаловаться? Здесь нет такого, допустим, слишком активных действий, как в других играх. Этого более чем хватает. Ну да, вот вдаль ты смотришь, сейчас мы немножечко остановимся. Видно, как текстуры там плохие, очень плохие. Но Ведьмах не совсем даже про графику, потому что многие люди и на Свитче проходили. Ведьмак третий, где там разрешение падало до 500 пи, если я правильно помню. 400, 500 пи, это даже меньше, чем просто-напросто EGD. Поэтому люди и там проходили Ведьмака полностью. И никто не жаловался. И там также 30 кадров, 30. Очень атмосферная игра, прям максимально атмосферная. Что это такое? Да, давайте попробуем подраться сейчас с ней. Давай мы слезем. Сразу переключим на... Так, где у нас там? Нет. Игни, не то. КВ, нахрена щит, нет. Магическая ловушка. Ирден, да. Сейчас мы ее в Ирден завалим. И, по-моему, ну, как бы я ее быстро убить должен, потому что она 15 урня всего. Ух, какая мощная. Ты посмотри. Она же магическая ловушка была. Куда она ушла? Ой, как больно. Давай сырое мясо мы закинемся. Куда-то исчезла. И должны боевку, вроде как, поменять немного в обновленной версии. Немножечко боевка будет получше. Камера будет также получше. Там можно будет, вроде как, менять вид камеры. Поэтому посмотрим, как это будет. В итоге реализовано. То есть, видишь, 30 хватает. Они, на самом деле, более-менее такие плавные. Давай. Так, ловушку. Я сейчас откинусь, кстати. Отлично, убил. Да. Так, взять изумрудной пыли, мутаген из полуденицы, эссенция света. Да. Еще что. Рюкзак. Как бы вот так у нас выглядит само меню. Видно тоже вот эти вот лесенки на самом Геральде. Если на него посмотреть. Ну, а так, чтобы текстуры прям сильно низкого качества были, тут, ну, ты не увидишь. Вообще, рюкзак. Карта мира я уже вам показывал. Вот у нас Новиград какой большой. Можно полистать, посмотреть. Рюкзак. Алхимия. Ремесло. Книги. И вот в моменты переключения в самом меню почему-то вот FPS будто бы 20-25. Еще даже меньше, чем 30. Обучение, бестарий, книги, ремесло, алхимия, рюкзак, карта мира, задания какие. Вот, тут даже указывается, что это комплект дополнений Каменные Сердца. Умение персонажа. Как у меня прокачан был персонаж. Кстати, доступные очки умения. Можно что-нибудь прокачать. Но у меня вроде лучший навык. Окей. И окей. То есть у меня сейчас по максимуму. Практически по максимуму прокачаны вот эти вот все умения. Ну, видите, как бы у меня не сильно большой уровень, 31-й. Возможно, у кого-то к концу прохождения Ведьмака будет там 40-й, 50-й. Вы лучше прокачаетесь. Я бы прокачался именно так. Мне на стримах советовали именно так прокачиваться. Медитация тут. Можно просто пропустить. Давайте пропустим до полуночи. Посмотрим вообще, как у нас игра выглядит ночью. Да. Вот так вот. Тоже довольно-таки атмосферно и красиво выглядит. Вот еще одна там у нас. Есть. Можно еще с ней как раз-таки посражаться. Это, по идее, вроде бы как она и есть. Вроде как она и есть. То есть моментально легко она убивается. Очень быстро-таки. Я не делал никакие прыжки, никакие рывки. Просто она просто ее убивает. Можно так же уворачиваться от нее. Прыгать. Вот я увернулся. Все, она опять использовала этот расстроение личности. Сейчас их станет трое. Ну и там по удару им хватает, чтобы убить. Больше не нужно. Да. И сюда. Все, сейчас она появится. На этом месте должна появиться. Ну и ее добиваем. Ну и как бы все. Как ничего сложного нет. И не нужны никакие 60 кадров. Так, призрачная пыль, эссенция призрака, волосы полуночницы, темная пыль и мутаген из полуночницы. Красиво, красиво. Мне еще нравится, как игни здесь. Выглядит. Очень красиво. Вот представляете, насколько будет красиво в обновленной версии. Про серию Асс вообще ни разу никакое слово даже не уронили. На презентации, ну, показа Ведьмака. Там у них была своя презентация, свой стрим по поводу обновления этого. На серии Асс показали, что там будет 4К60, будет рейтрейсинг и как и на PlayStation 5. Ну и также на ПК-версии будет улучшено. И плюс-минус будет как на ПК-версии на серии Асс и на PlayStation 5. Касаемо серии Асс вообще ничего не показали, не сказали. Но я предполагаю, что будет 2К разрешение 60 кадров в секунду. Ну и, наверное, там Full HD с рейтрейсингом 30 кадров. Ну, насчет рейтрейсинга, наверное, вряд ли будет, наверное, один режим 2К60. Ну и хотя бы на этом спасибо. Ну и также на Nintendo Switch будет обновлен этот Ведьмак. Я не помню, то ли сразу же он будет обновлен, то ли со временем. Но он тоже будет обновлен на Switch. Обязательно после выхода этого обновления я сниму видео, как на Switch также работает Ведьмак. Я где-нибудь найду либо игру, либо найду аккаунт. И мы посмотрим вообще, как на Switch это смотрится. Потому что Ведьмак на данный момент на Switch не очень-то и хорош по качеству картинки. Ну, FPS, понятно, там и будет 30. Там FPS вообще не затронет. Может, только визуальные какие-то эффекты улучшат. Так, у нас здесь еще кто-то есть. Так, давай слезем. Кто-то слезь ты. Так, давай-ка мы попробуем их поубивать. Да, они легкие. Можно комбинировать мощные удары с легкими ударами. Как бы тут каждому по удару. Они 9 уровня, я 31. Так, все собираем. Собираем. И я ни разу с ними, кстати, не сталкивался за всю игру. Сколько я ее прошел. Ни разу не видел вот этих вот монстров. Каких-то непонятных. Так, ранок. Да. Ну, и как водичка тоже нужно показать. Все-таки вода здесь тоже довольно-таки неплохо вообще выглядит. Смотри, лягушки. Они не поджариваются. Как бы с ними ты не можешь никак контактировать и взаимодействовать. Можно сюда подойти. Обыскать. Много всяких рецептов, чертежей. Также можно найти. Вот. Вода вот так выглядит. То есть, нет какой-то определенной, знаете, придирки, претензии к этой версии. Может быть, единственное, у многих это 60 кадров. Но лучше мне картинку в этой именно игре получше, нежели 60 кадров. Так как здесь 60 кадров вообще не нужны. 30 более чем. Не знаю, почему люди жалуются. Как-то так. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра The Witcher 3 или Ведьмак 3. Издание. Игра года на Xbox Series S. При разрешении 900p и 30 кадров в секунду. Обратная совместимость с Xbox One S. Ждем next-gen patch. Уже осталось 3 дня. Посмотрим, что выйдет. Обновление выходит, если я все правильно помню, 14 декабря в 3 часа утра или ночи. Вот. Это по MSK. Если, опять же, я все правильно помню. То есть, с самого утра будет доступно обновление. И там уже можно будет посмотреть, что улучшилось, а что нет. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал. Оставиться лайк. Ну и, конечно, не спать конкретно, что ты думаешь о данной игре. В Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте. Присоединиться к Discord серверу. Подписаться на мой Instagram. И вступить в мою группу Telegram. Все ссылочки я оставлю в описании. До скорой встречи, ребят. Пока. И уже совсем скоро увидимся. Продолжение следует. Продолжение следует...